Здравствуйте! Начнем с житейского. Итак, ситуация. Ребенок у бабушки, печет она ему плюшки, а он плачет, жалуется, говорит, что жизнь у него не получается ничего, все ломается в школе, трудно, друзей нет, с родителями проблемы, в семье там плохо. Почему все так должно быть, говорит он. Бабушка слушает его, улыбается, обнимает, жалеет. Может, ты хочешь что-то вкусненькое, говорит внуку. Он говорит, ну, конечно, давай. Ну, возьми немножко подсолнечного масла. Он говорит, да, ну как можно, невкусно. Да, ну ладно, ну тогда возьми сырых яиц. Он говорит, так это тоже невкусно. Ладно, а дрожжей? Ребенок занервничал, бабушка, но это как-то странно все. Верно, говорит она. У каждой абсолютно из перечисленных вещей не очень хороший вкус, когда они сами по себе. Но если смешать их вместе, в нужных пропорциях, получаются отличные плюшки. Всевышний так и поступает. Мы часто удивляемся, почему он ведет нас через трудности какие-то, через какие-то испытания. И почему все это становится частью нашего житейского меню. Но если ты поймешь пример с плюшками, улыбнулась бабушка, то ты поймешь, что в конце концов все оборачивается благом. Нужно лишь видеть всю картину целиком, а не отдельные ее кусочки и компоненты. Ты просыпаешься каждое утро, вдыхаешь воздух, видишь цветы, солнце, птицы. У тебя есть одежда, есть обувь, у тебя есть еда, есть какая-то игра, в которую ты можешь играть. Так что если призадуматься, картина, в общем, совсем неплохая. Но надо видеть все. А человек хочет увидеть весь мир и судить по нему с точки зрения своего маленького-маленького 120-летнего периода. Если что-то не ладится, это только часть картины. Надо уметь все видеть, положительные части особенно. Это очень важно. Нога болит, а сколько не болит. Перечисли, возьми ручку, перечисли, сколько не болит. Вообще, как ни парадоксально, стекло с непрозрачным покрытием не только сужает, но и расширяет наше поле зрения. Что это такое? Это зеркало. Когда вы в зеркало смотрите, вы можете увидеть свое отражение, но и предметы, находящиеся позади нас. Таким образом, сам факт наличия преграды расширяет наши горизонты. Это такое... Что такое зеркало? Зеркало – это стекло, содержащее всю тонкую пленку из материала, отражающего свет. Препятствие на пути света. Это, еще раз говорю, так жизнь устроена. Цель человека – пройти испытания. Он приходит в этот мир для испытания. Модель жизни так построена. Это как спорт. Без тренировок не станешь спортсменом. Это невозможно. Ты останешься таким, как был. А для чего тогда душа прошла тысячи миров, спускаясь сюда, чтобы остаться, как была? Так не бывает. Это нарушение всех законов. Мы приходим в этот мир для того, чтобы преодолевать испытания. Да, нам хочется другого. Нам хочется немножко развлекаться. Но надо видеть мир. И все, что происходит вокруг тебя, все равно при всех вариантах положительным взглядом. Знаете, один человек переходил дорогу, на пути в синагогу. Внезапно из-за угла вылетает машина на огромной скорости, сбивает его, отбрасывает там на 10 метров. И такая ситуация, по милости сверху, он вообще у него практически ничего, там еле-еле там поверхностная травма. На следующий день этот человек накрывает в синагоге огромный стол, такой благодарственную трапезу. И он поставил на стол угощения, напитки, рассказывал о чуде, и как Бог его уберег от смерти. Еще через один день один из молящихся тоже выставляет стол с угощениями, напитками. Его спрашивают остальные, что в тебя тоже врезалась машина, когда ты переходил дорогу? Он говорит, нет. Я молюсь здесь 30 лет. Каждый день перехожу дорогу. И в меня еще ни разу не врезалась машина. Вот за это я устраивал благодарственную трапезу. И она должна быть лучше у него. Вот этот взгляд на мир, если поймать, то меняется и мир, и все вокруг. Тогда все препятствия становятся как бы союзниками. Это очень сложно, но нам это нужно. Брахавы от слоха, чтобы мы нормально воспринимали все, что с нами в жизни происходит.